Добрый день. У нас есть письмо из России, из Сибири. Почти землячка. Но до этого она жила в Испании 8 лет и была замужем за испанцем. Вот ее и достаточно забавная история. Но так как я не полагаюсь и не жалуюсь на судьбу, я делаю ее сама, в итоге я рассталась с ним. Не хочу вас грустить, но момент расставания опишу. После очередного скандала он заявил, что лучше убьет меня, чем отпустит. Работы в последние полгода не было ни у него, ни у меня. Это по Испании. То есть не все в шоколаде тоже во многих странах. Хотя он и собирался искать ее. И я решила, что расстаться нам нужно без крови. И стала искать работы по интернету в Швейцарии гувернанткой. Так как у меня педагогическое образование. Ему сказала, что поеду поработаю хотя бы месяца три. Так сказать, спросила разрешение. На что он мне благосклонно ответил. Поедешь, если будешь отправлять мне деньги. Ну, такие они испанцы. Представляете, я, конечно, всех под одну расческу не гребу. Но есть особи оного пола, которые вот так могут себя вести. Представляете, мне сложно представить, но я постаралась. Лишний раз я убедилась, что мне такой муж не нужен. Я ответила, что, конечно же, буду. Вот так тихо, мирно он увез меня в аэропорт с большой надеждой, что скоро будет получать денежные переводы из Швейцарии. Больше я моего дорогого мышенька не видела, только слышала по телефону угрозы о разводе, что лишит он меня документов и так далее. Не знаю, разведена я сейчас или нет. Если он только нашел деньги на развод, то развелся. Может и пожалеть денежек на развод. Мне это было уже не важно. От работа в Швейцарии 8 месяцев приехала домой. Собираясь вернуться туда, у меня был куплен билет в обратную сторону. Но вот пришел тот день, за который я благодарю Бога и Вселенную ежедневно. Галя, извините за такое длинное предисловие, нормальное предисловие, но я хочу сказать, что никогда мне с неба ничего не падало. Всегда разруливала ситуацию сама. Даже в дефолт в 1998 году, после того, как в один момент рухнуло все, потому что за три дня до этого была взята сумма в 30 тысяч долларов на закуп мебели для магазина. Как не старались выкрутиться из долгов. Не получилось. И в один прекрасный момент, я бы сказала, в ужасный момент, на нашей квартире мы увидели, вернувшись, новую железную дверь была отнята и машина, и дача, и квартира, так как деньги занимали у бандитов. Нам отдали только одежду. С четырехлетним ребенком на руках и с мужем, который впал, беспробудно годичный запой, нас приютила моя мама. Да, помню эти времена, переход от плохого к хорошему был хуже плохого. И на мое счастье, я со всеми долгами рассчиталась, поэтому ни я, ни моя страна не пострадала. Но вот картину с вашим мужем прекрасно могу себе нарисовать, потому что постсоветские бабы были все виноваты перед мужчиной, перед мужем за его несостоятельность, за его пассивность, за его нежелание помогать, брать ответственность на себя. А вот женщины-то как раз научились вытаскивать себя за волосы из любой ситуации, и вы тоже вырулили всю ситуацию, я больше чем уверена. И даже тогда, когда в Москве взрывали дома террористы, благодарила Бога за то, что все мои родные живы и здоровы, и рыдала за тех убиенных людей, она дает ссылку, я ее помещу, если кто-то в то время не жил или не видел, времена на самом деле были ужасные. Да, Галина, хочу еще о мужчине сказать, не пойму, нужен он мне или нет, теперь я сама зарабатываю, я успешная, независимая женщина, но так думаю, что мне нужен только единомышленник, который будет поддерживать меня. Вот такому я позволю себя баловать, и это тоже, и я его тоже буду баловать. И она букву А пишет большой заглавной буквы. Ну, так как я говорю, вы уже принимаете мои интонации, мои ударения, мои выделения отдельных букв, главное, чтобы вам было уютно. Почему-то она писала два отдельных письма, но я их буду объединять, потому что она дает шанс тем женщинам, которые не знают, нужен ли им мужчина, состояться как женщины, потому что 53 года – это хороший возраст. Сейчас она в следующем письме будет об этом говорить. когда мужчина нужен не для того, чтобы вас поддержал. Знаете, тот союз, который не связывает ни финансами, ни детьми, а только на взаимном влечении, на взаимном желании быть вместе, он, наверное, самый главный. Он, наверное, самый нужный для женщины. И вы правильно говорите о том, что единомышленник нужен в этом возрасте уже. И вы как ощущаете, так и поступаете. Если вы не знаете, нужен он вам или не нужен, посмотрите вокруг. Может быть, этот мужчина тоже еще не определился и думает, нужна ему вот такая самодостаточная, успешная женщина, как вы. О том, что она успешная, мы сейчас будем дальше говорить. Определитесь. То есть, если вы впустите в жизнь такого достойного мужчину, он найдется, он войдет в вашу жизнь. Если вы предпочтете быть одной, многие женщины ставят на себе крест в этом возрасте, уже считая себя, что они вышли из конкурса, что они больше не способны завладеть чем-то сердцем. Есть такие, но я с ними не согласна. Потому что я вот на примерах, на своем и на примерах других девочек показываю, что любви все возрасты покорны, и просто она бывает разная. Вот на нашем этапе она уже другая, она более спокойная, нам не надо взрывов, там, мятежный бурь и прочих разных. Мы именно партнерские отношения, когда приятно быть с кем-то. Кому-то хорошо быть одной, мне одной нехорошо. Я не знаю, вы в себе сами разбирайтесь. Хорошо ли вам просто иметь мужчину на стороне как друга или впустить его в жизнь навсегда, чтобы на одной территории быть? Как вам уютно? Я вас пока совсем не знаю. Ни в коем случае не жалуюсь на жизнь и в свои 53 года еще верю, что все только начинается. Абсолютно верно. У кого-то в 40, у кого-то в 53. Да, так оно и есть. У меня так и получилось, когда я приехала в Россию и Швейцарию. Мне поступило такое предложение. Я сейчас с ужасом думаю, что если бы я прошла мимо этого шанса, и его вдруг не услышала. Мне так хочется помочь всем тем женщинам, живущим в разных странах, которым нужны деньги, которые нуждаются. Возможно, надеются и ждут мужчин, которые возьмут на свои плечи все финансовые вопросы, а их все нет и нет, этих мужчин. Это не мой. Это и мой случай. Вот около уже года я работаю в международной корпорации World Global Group. И я ссылочку положу, вы можете туда заглянуть. Эта компания меняет сегодня мировую экономику, позволяя обычным людям зарабатывать на много миллиардных рынках энергетики и мобильной индустрии. Это не реклама, не пропаганда. Галина, это мой крик души, крик женщины, у которой непростая судьба. Если совсем тебе нужно, вы можете не читать мое письмо, можете удалить его. Но все мы созданы для счастливой и богатой жизни. Только не знаем, как это осуществить. И, может быть, вы, Галина, будете той ниточкой-проводником этой возможности, которая поможет хоть кому-то в жизни. Я не удаляю письма, в которых вы рекламируете. Они идут все в спам. Я их разрешаю проходить сюда на всеобщее обострение. Если у кого есть какой-то путь нашим женщинам встать на ноги и быть независимым от мужчины, я все это приветствую. Равно как я приветствую свой бизнес, его распространение. Моя Юсана тоже дает возможность быть независимой женщиной. Только надо покрутиться. Я, безусловно, и читаю ваше письмо, и ссылки все дам. И я даже думаю, что в связи с тем, что я только вот сегодня в школе заглянула на этот сайт, много не копалось, я думаю, что есть смысл нам с вами встретиться на скайпе, и вы дадите интервью. Расскажите нам, что это за бизнес, как вы в него вошли, какие затраты, какие зарплаты, что нужно для этого делать, какими обладать качествами. И если девочки пороются под этим видео, под этим сайтом, на этом сайте, который я размещу в описании, вы можете девочке здесь вопросы задавать. Я их сразу уже зачитаю. И я так уезжаю в круиз дня через три. Сегодня у нас среда, четверг-пять. По-моему, я или в воскресенье, или в понедельник. Я так хорошо уезжаю, что я и день-то не знаю. Или в воскресенье, или в понедельник уезжаю. То есть если мы успеем до этого времени провести интервью, то будет очень хорошо. Если не успеем, то больше вопросов накопится. Тоже неплохо. Через неделю вернусь, и мы это интервью проведем. Проведем. Мне нужно, чтобы мы просто с вами время согласовали. Поэтому вы мне пишите вот так же в личную почту свой скайп, имя. Я введу вас, и мы договоримся о времени. Я так думаю, что многие, если этот бизнес доступный, сочтут его необходимым, нужным, полезным, я всегда даю шанс женщинам состояться. Возможно, действительно стану вот этим мостиком для чего-то счастья. С удовольствием стану мостиком. Я поняла, что у вас финансовое положение блестящее. Пусть так будет всегда. Спасибо. Наша компания, а это английская публичная компания, работающая более чем в ста странах, зашла недавно на рынок Америки. И вот уже в апреле этого года в Майами открывается официальное представительство. И партнеры нужны по всему миру. Есть рабочие места для всех людей и платят щедро. Мне так хочется отправить вам хотя бы парочку коротких видео об изображении нового спейс-компьютера. Это фантастика, ставшая реальностью. О недавнем событии в Дубае, где принимали участие партнеры из 54 стран, я там тоже была. И как раз там составилась мировая премьера запуска этого компьютера. Но я поняла, что здесь не могу разместить ссылок и фото. Я думаю, что где-то вы их можете разместить, и вы дадите нам ссылочку. Я ее тоже помещу под этим видео. И я очень надеюсь на то, что мы сможем с вами согласовать время, и вы ответите на вопросы, которые многих могут заинтересовать. А на сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Может, для кого-то откроются возможности состояться в этой жизни как успешной леди, что я очень приветствую. И всего доброго. С вами сегодня самый лучший день. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok